Работа по возможностям. В МРИЛ с ноября стартовал месячник по трудоустройству инвалидов. На этот процесс обычно влияют три фактора. Желание работодателя принять сотрудника с ограниченными возможностями здоровья, желание самого соискателя трудиться, а также наличие подходящего для инвалида специализированного рабочего места. Если два первых фактора сугубо человеческие, то с последним готов помочь Центр занятости населения. Подробности в нашем материале. Сергей Паярков – инвалид первой группы. Впрочем, это не мешает ему неплохо зарабатывать. Вот уже почти год он занимается наполнением сайта одного известного вишкороле рекламного агентства. Оперативно выставляет на страничку новости, размещает информацию о проводимых акциях. Инженеру-программисту по образованию такая работа более чем по плечу. График удобен тем, что есть возможность работать на дому и не нужно в каждодневном режиме выбираться на работу. Работу на дому, несмотря на инвалидность по зрению, нашел и 25-летний Александр Агафонов. Устроился по специальности юристом. Работодатель установил для своего нового сотрудника специальную говорящую компьютерную программу. А на клавиатуре Александр и до этого умел печатать бегло и вслепую. В его функциональной обязанности входит составление договоров, внесение изменений в договора в зависимости от пожеланий клиента. Мне не нужно в офисе расширять его, снимать какое-то большее помещение, чтобы создать дополнительное рабочее место. Если у него позволяет дом, это очень удобно. И мне и ему. Бизнес должен быть не только прибыльным, но и социально ответственным, уверена председатель производственного кооператива Лариса Рудько. В ее коллективе сейчас трудятся сразу три инвалида, занимаются логистикой. В ближайших планах реализовать еще один совместный проект. Его суть – организация индивидуальных туров за рубеж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Придумали опять же новое направление и сейчас занимаемся его развитием. Мы думаем, что первый пробный тур у нас будет в январе. И с февраля мы уже планируем на постоянную, то есть на большой поток может быть уже клиентов. В итоге за четыре года действия программы в одной лишь Ешкар-Але в рамках совместной деятельности работодателей и центра занятости было создано около ста рабочих мест для инвалидов. В зависимости от группы инвалидности первой, второй или третьей работодателю предоставляется единовременная сумма в размере 120, 90 и 60 тысяч рублей соответственно. Средства идут на авансирование или возмещение расходов по приобретению, монтажу, установке оборудования для оснащения рабочего места для инвалида. В 2013 году рабочие места организуются в обрабатывающем производстве, в торговле есть, но и больше даже в сфере услуг, оказания услуг гражданам. Создаются рабочие места для работы на дому. Вообще по тенденции заметно, что для инвалидов более часто стали предусматриваться рабочие места для дистанционной работы. В настоящее время разрабатывается проект программы дополнительных мероприятий на 2014 год. Поэтому приглашаем работодателей к сотрудничеству. Подробнее об условиях программы по содействию трудоустройства инвалидов можно узнать в центре занятости населения по месту проживания. В Ишкороле он находится по адресу улица Кремлевская, 27А. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»